Давайте поговорим о турецких выступлениях. Посмотрите, турки молодой народ. Они рожали детей, у них очень много молодежи. У русских молодежи мало. Как динамит? Динамит состоит из инфузорного песка или диатомита и нитроглицерина. Если песка слишком много, взрывчатка не работает. Нитроглицерин — это молодежь. У турок нитроглицерина много энергии. У русских мало, провал рождаемости. Поэтому при схожих обстановке в Турции те же проблемы, что и в Российской Федерации. Примерно те же. Та же уровень жизни. Кстати, турки нарастили свой уровень жизни. Советский человек жил, двое было, гачи турка. Сейчас они одинаково с нами живут. Они выходят по любому поводу. Они вышли по поводу парка. Они бы вышли по поводу нарушения прав морских свинок. Застройки какого-нибудь квартала. По любому поводу. Только повод. Они их определят в власти претензии. Вот русским бы так действовать. Поводов много. Русские сидят, собственно говоря. Слишком старый уже народ. У меня там трое детей. У всех там, извините, по одному в основном. Средний возраст русского сейчас 42 года. Вот и вам и все. Но переоценивать значение турецких событий я все-таки не стал. Потому что, в общем-то, масса народной в этом веке, к сожалению, ведомая сила. Революцию, скорее всего, если там произойдет смена власти, Турцию ждет очень сложный период. У исламистов сильные позиции, это во-первых. А во-вторых, молодежь, конечно, она с чагеварами на груди пьет, там бухает. Она свет не хочет исламистов. Она сама по себе ни программы, ни правительства не может создать. Значит, воспользуются, видимо, военными. Субтитры создавал DimaTorzok